Слоу высох, шляпка высохла. Уже с утра. До сбора урожая подсолнечника остались считанные недели. У предприятия в аренде порядка полутора тысяч гектаров земли, примерно треть занята масличной культурой. С 2005 года все засевается отечественными семенами. Это сорт, а не гибрид. Разница в технологии. Для гибрида сначала выращивают родительские растения, затем скрещивают и получают семена. С ними идут специальные препараты, которые не дают зайти сорнякам. Посевы под ключ обходятся примерно 4-5 тысяч рублей из расчета на 1 гектар. Российские сортовые семена – 90 рублей, хотя в этом случае поле необходимо пропалывать. Но даже так конечная себестоимость раза в два ниже, чем при использовании импортного гибрида. Непонятно, откуда они берут такие цены. Вот, что оно хоть там, хоть там доллар, евро, хоть растут, хоть не растут, но импортные семена почему-то очень уж дорогие. Ну, видите, может быть, конечно, в той зоне, где-то там за Краснодаром и так далее, где черноземы, там получают и 30, и 40 центнеров. Может, для той зоны это, как говорится, актуально. А здесь у нас я получаю не меньше. Есть и отечественные гибриды с сопутствующими технологиями. Их выращивать также дешевле, чем импортные аналоги. В Анапе под подсолнечником – 4,5 тысячи гектаров, положенные по технологии 18% от всех посевов. Не меньше половины засевают отечественными семенами. Ежегодно доля импорта уменьшается. Наверное, конечно, рано или поздно переход будет, и площади, естественно, будут увеличиваться нашими сортами и гибридами. Потому что нет смысла отдавать предпочтение тем сортам и гибридам, которые выращены для конкретных зон, допустим, Германия, Франция. У нас своеобразные погодные условия. Под эти погодные условия уже и работают наши конкретные институты, выращивая непосредственно семена подсолнечника, кукурузы, тех культур, которые в районе возделываются. Впрочем, специалисты отмечают, что крупные иностранные компании нередко просто дают семена в счет будущего урожая. Да и в одночасье сменить технологию даже при очевидной выгоде не так просто. Кроме того, сами семеноводы признают, что сегодня мало произвести качественный товар. Необходимо поучиться у иностранных компаний маркетинговым технологиям.